Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. Аминь. Мир вам и радость от Господа. С днем святителя Порфирия, архиепископа Газского, преподобного Севастьяна Сахотского-Пашихонского, мученика Севастьяна. Священномученика Михаила Лисицына Пресвитера, священномученика Петра Варламова Пресвитера и всех чтимых святых сегодняшнего дня. Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую свою сторону, а козлов — по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником и не приняли меня, был наг и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе», тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Сладчайшие слова эти, которые никогда не оставляем в уме, должны мы выслушать теперь со всем тщанием и умилением, так как этими словами заключается и самая беседа Христа. Он придает великое значение человеколюбию и милостыне, поэтому и в предшествующих словах говорил о том различным образом, и здесь говорит, но уже гораздо явственнее и сильнее, представляя не два или три, не даже пять лиц, но целую Вселенную. Правда, и прежде, говоря о двух лицах, он разумел не два лица, а две стороны, одну послушных, а другую непослушных, но здесь он предлагает нам о том слово и более страшное, и более торжественное. Вот почему и не говорит уже «уподобися Царствия Небесное», но прямо указывает на самого себя, говоря, «когда же придет Сын Человеческий во славе Своей?» Ныне он явился в бесславии, поношении и поругании, а тогда сядет на престоле славы Своей. И часто упоминает о славе, так как приближалось время крестной его смерти, которое считалось позорную казнью, то он возводит ум слушателя к Высшему, представляя взору его судилища и всю Вселенную. И не от этого только слово его становится страшным, но и от того, что небеса представляются опустевшими. Ведь, говорит он, ангелы будут при нем и будут свидетельствовать, сколько они служили, будучи посылаемы от Господа для спасения людей. И во всех отношениях день тот будет ужасен. Соберутся, говорит он далее, все языцы, то есть весь род человеческий, и разлучит их друг от друга, якоже пастырь овец. Ныне не разделены, но смешаны все, а тогда будет разделение и самое точное. Сперва он разделяет их местами и обнаруживает каждого, а потом и самыми наименованиями показывает внутреннее расположение каждого, называя одних козлищами, а других овцами, и показывая, что первые не приносят никакого плода, так как от козлов не может быть ни малого плода, а последний – обильный плод, так как овцы приносят большую пользу тем, что дают волну, молоко, ягнят, чего вовсе не доставляет козел. Впрочем, бессловесные животные не приносят плода или приносят его по своей природе, а люди – по произволу. Потому те из них, которые не приносят плодов, подвергаются мукам, а приносящие плод получают венцы. Господь не прежде подвергает грешников мукам, чем рассудиться с ними, почему, разместив их, и произносит обвинение. Они отвечают ему скротостью, но уже без всякой для себя пользы, и это вполне справедливо, так как они пренебрегли то, чего всего более он желал. Ведь и пророки везде говорили, «Милости хочу, а не жертвы», и законодатель возбуждал к тому всеми мерами и словом, и делом, да и самая природа учила этому. Заметь при этом, что у осуждаемых не было ни одной или двух только добродетелей, но всех. Они не только не напитали алчущего, не одели нагого, но даже, что гораздо легче было исполнить, и больного не посетили. Смотри так же, как легки его заповеди. Он не сказал, «Я был в темнице, и вы освободили меня. Я был болен, и вы воздвигли меня с одра болезни», но сказал, «Посетите меня, придосьте ко мне». Но и тогда, как он алкал, нетрудно было исполнить его требования. Он просил не пышной трапезы, но только самого нужного, пищи необходимой, и притом просил с мольбою. Таким образом, все делало их достойными наказания, и удобоисполнимость просьбы, так как он просил хлеба, и жалобный вид просящего, так как он был нищ, и естественное сострадание, так как он был человек, и привлекательность обещания, так как обещано царство, и страх наказания, так как угрожала гиена, и достоинство получающего, так как сам Бог принимал в лице нищих, и величие чести, так как удостоил снизойти, и законность подаяния, так как он принимал свое. Но при всем том, сребролюбие совершенно ослепило плененных им, даже и при столь великих угрозах. И как выше сказал он, что непринимающие бедных будут наказаны более, нежели садомляне, так и здесь говорит, тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из всех меньших, то не сделали мне. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 45. Что ты говоришь? Они твои братья? И почему их называешь меньшими братьями? Потому они братья, что уничижены, что нищи, что отвержены. Таковых он в особенности призывает в свое царство, то есть незнаемых, презираемых, разумея не одних только монахов и живущих в горах, но и всякого верующего. Он хочет, чтобы мирской человек, когда жаждет, алчат, наг или странствует, получал от нас всякое пособие. Крещение и общение в божественных тайнах соделывают нас братьями. Затем, чтобы ты из другой страны видел справедливость приговора, он еще прежде восхваляет тех, которые надлежащим образом исполнили свое дело, и говорит, «Придите благословении Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие, прежде сложения мира, в залках сябо и дасти ми ясти». Чтобы осуждаемые не сказали, что они ничего не имели, он осуждает их, указывая на товарищей, подобно тому, как осуждает и дев, указывая на дев, раба, упивающегося и объедающегося, указывая на раба верного, раба, скрывшего свой талант, указывая на раба, представившего два таланта, и вообще, осуждает каждого грешника, указывая на исполнивших свои обязанности. И это сравнение берется иногда от равного, как, например, здесь и в притче о девах, иногда от большего, как, например, когда говорится, «Неневитяне восстанут на суд, с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд, с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 41-42. «И опять от равного, те и будут вам судьи, и опять от большего, невести ли яка ангелов судите имамы, а не точию житейских». Что касается до настоящего места, то Христос берет здесь сравнение от равного, богатых сравнивает с богатыми и нищих с нищими. Но справедливость своего приговора над осуждаемыми он объясняет не только тем, что подобные им рабы при тех же обстоятельствах исполнили свои обязанности, но и тем, что осуждаемые оказались непослушными даже и в том, в чем бедность нисколько не служила препятствием, как, например, когда нужно им было напоить жаждущего, прийти к находящемуся в темнице, посетить больного. Восхвалив тех, которые исполнили свои обязанности, спаситель открывает, какую любовь он имел к ним от века. «Придите, — говорит он, — благословеннее отца моего, наследуйте уготованное вам царствие прежде сложения мира». С какими благами может сравниться это наименование «благословенные» и притом благословенные от отца? И за что удостоились они такой чести? Какая тому причина? «В залкахся бы и дастими ясти, возжаждахся и напоистими». Сколько чести, сколько блаженства в этих словах! Он не сказал «примите», но «наследуйте», как свое собственное, как отеческое, как ваше, как от века вам принадлежащее. «Прежде чем вы стали существовать, — говорит он, — это уже было для вас уготовано и устроено, так как я знал, что вы будете таковыми». И за что они получают такую награду? За кров, за одежду, за хлеб, за холодную воду, за посещение, за приход в темницу. Всюду требует он необходимого, а иногда, впрочем, и ненеобходимого, потому что, как я сказал, больной и находящийся в темнице требует без сомнения не только посещения, но один освобождение еще от уз, а другой – от болезни. Однако Господь, будучи снисходителен, требует от нас того, что нам по силам, и даже гораздо менее этого, предоставляя самим нам ревновать о большем. А осуждаемым говорит, «Идите от меня проклятие, не от отца, так как не он проклял их, но собственные их дела, во огонь вечный, уготованный не вам, а дьяволу и ангелам его». Когда говорил он о царстве, то сказав, «Придите благословеннее, наследуйте царствие», присовокупил, уготованное вам прежде сложение мира. А говоря об огне, сказал не так, а присовокупил, уготованное дьяволу. «Я царство готовил вам», говорит он, «огонь же не вам, но дьяволу и ангелам его. Но так как вы сами ввергли себя в огонь, то и вините сами себя». И не только в этих, но и в следующих словах он, как бы в оправдание пред ними себя, представляет и причины их осуждения. «В залкахся, бо, и не дасти ми ясти». Если бы даже пришел враг, то не сильны ли бы были страдания его тронуть и преклонить самого немилосердного. Голод, холод, узы, нагота, болезнь, бесприютное блуждание всюду. И этого довольно к прекращению вражды. Но вы не поступили так и с другом, с другом благодетелем и владыкою. Мы часто трогаемся, видя и пса алчущим, преклоняемся, видя и зверей в нужде. А ты, видя своего владыку, не преклоняешься. Чем можно извинить это? Да если бы это только и было, недостаточно ли бы было и этого к вознаграждению? Я не говорю о том, что, оказав благодеяние, ты услышишь пред лицом Вселенной столь радостный глаз от сидящего на престоле Отца и получишь царство. Но и то, что ты оказал благодеяние, недовольно ли вознаграждает тебя? А теперь пред лицом Вселенной при явлении этой неизреченной славы сам Господь провозглашает и увенчивает тебя, признает тебя питателем и странноприимцем, и не стыдится говорить это, чтобы венец твой сделать более блистательным? Поэтому-то те праведно наказываются, а эти увенчиваются по благодати. Хотя бы они оказали и бесчисленные благодеяния, все же дарованное им за столь маловажное и ничтожное небо, царство и столь великой чести есть дар, щедрот, благодати. Идут, но неравно, одни с плачем и рыданием неутешным, другие с несказанной радостью. Тогда показывается, что один берется, а другой оставляется. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 40. Сын берется, а отец оставляется. Жена берется, а муж оставляется. Дочь берется, а мать оставляется. Раб берется, а господин оставляется. Сын с отцом, жена с мужем, дочь с матерью, брат с братом, друг с другом разлучаются, навеки бесконечные, разлучаются, но в разные места. Одного небо, а другого ад. Одного обитель Отца Небесного, а другого гиенна огненная. Одного чертог царя славы, а другого темница преисподняя воспримет. Один входит в жизнь вечную, а другой вечной предается смерти. Один идет в радость Господа своего, а другой в неутешный плач. Один в присладкое сожитие патриархов, пророков, апостолов, мучеников и всех святых, а другой с мрачными демонами и им подобными грешниками вселяется. Одного любезно встречают и принимают ангелы, а другого немилостиво влекут злобные духи. Тогда праведники по Христову Слову воссияют, как солнце в царстве Отца их. Тогда царствие благолепие примут и венец красоты от руки Господней, как премудрость объявляет. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отред Бог всякую слезу сочей их по откровению святого Иоанна Богослова.